Утро всем! Для кого-то доброе, для кого-то не такое доброе. Погода в Москве меняется просто с невероятной скоростью от минус 10 до плюс 3 и обратно. И так может быть несколько раз в течение одного дня. Это приводит к тому, что образуется ледяная корка, гололедица. И очень опасно даже просто ходить пешком. Собственно, это я понял и на своем опыте. А вчера в обед решил заехать на заправочку, перекусить, потому что я выехал из дома. Позавтра в 9 утра или где-то до 4 вообще ничего не ел. Весь день надо было ездить куда-то, что-то делать в городе по пробкам новогодним. Я решил заехать на заправку перекусить. Поел, выхожу, а там такой маленький, узенький такой поребричек есть. Вот, потому что я припрыгался за зданием, мне, соответственно, надо было его обойти. Иду, и там он покрыт вообще просто вот дом чисто. В какой-то момент я, значит, ступаю, и у меня подворачивается нога. То есть я ступаю правой ногой, и он начинает сводить налево. А проблема в том, что он реально узкий, и левую ногу, она была в воздухе, и мне ее некуда поставить. Просто потому, что вот правую снесло налево, и левая нога в воздухе, а тут как бы заканчивается поребрик, да, и высоты нету. То есть мне только провалиться. В общем, у меня начинает подгибаться коленка под каким-то невероятным углом. Я понимаю, что если я сейчас приземлюсь вот под такой согнутой коленкой на колено, это все, хана моему бедному колену. Вот, поэтому кое-как стабилизировал ситуацию, приземлился на левую ногу, но все равно нагрузку почувствовал. И там, видимо, что-то подрастянул немного, дохромал, доковылял до машины. И потом еще, естественно, весь день ездить. Там тоже, когда в машине нога все время в полусобном состоянии, это же правая, которая нога сдавит. Печальная история, печальная. В общем, к чему я все клоню, собственно, вы, наверное, уже поняли по названию видео. Сегодня я не буду тренироваться, потому что хочу дать дожить, зажить. Хочу дожить до конца 100 дневки. На самом деле осталось-то всего 10 дней, и это совсем небольшой срок, поэтому лучше его дотянуть. Вот, поскольку я не могу сейчас оценить, насколько все серьезно, думаю, что не очень серьезно, но в любом случае не стоит сейчас делать никакую палеометрику, не стоит никак прыгать. И это все я рассказывал в дедосе про травмы на тренировке, как это все делать. Вот, я следую своим советам, и я не вижу ничего плохого или грустного в том, что придется пропустить. По моим оценкам, один день. Завтра я, скорее всего, буду делать только палеометрику наверх тела. Скорее всего, буду делать только потягивание и отжимание, опять же, чтобы колено еще немножко восстановилось. То, что для меня главное здоровье. Для всех главное здоровье. Кому важен сам факт прохождения 100 дневки, верно? Главное информация, которую вы получаете. Главное, чтобы вы развили свои физические показатели, улучшили. И здоровье. Поэтому не нужно гнаться, если вдруг вы травмировались. Не нужно стремиться поскорее вернуться в строй. Не нужно переживать от того, что вы пропускаете дни. Все идет своим чередом. Просто дайте себе достаточно времени на восстановление, и все будет в порядке. Вот. Я понимаю, насколько это может быть сложно, когда вы только начинаете свой путь. То есть, я вспоминаю себя несколько лет назад. Мне тоже было тяжело справляться эмоционально с такими перерывами. Сейчас, когда я уже заплечаю несколько лет тренировок, я ко всему этому отношусь более чем спокойно. То есть, от того, что выпадешь на день, там, даже на неделю, на месяц. Когда ты тренируешь несколько лет, когда ты планируешь тренироваться всю жизнь, то вообще без разницы. Вот честно. Зато лучше полностью до конца долечиться, восстановиться и продолжить свой путь вперед. Таким образом, сегодня у меня внеплановый отдых, внеплановое восстановление. Буду активно лечиться. Вот эта вот площадочка, как вы видите, вокруг стоит еще, видимо, с советских времен. Потому что сейчас уже давно таких интересных конструкций не делают, и это жалко. Вот, жалко, что не делают таких прочных конструкций, жалко, что не делают таких интересных конструкций. Ну, померить сил я буду что-то делать, чтобы ситуация менялась. И радовать вас интересными дизайнами, как, например, в Петрозаводске в Карелии поставили мою площадку. И вот там реально получилось очень и очень классно. Мне очень нравится. На сегодня все. Хороших вам тренировок. Берегите себя обязательно. Будьте осторожны. Если у вас тоже гололедица и ледяные дожди, и с погодой вообще какая-то непонятная часть. В общем, осталось немножко. Дойдем до конца. Пока.